МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это игра ума-палата. Знаете ли вы, что многие фразеологизмы, пословицы и поговорки мы используем не до конца, а только их первую часть? Это происходит то ли от желания сэкономить, речь, то ли банально от незнания. Сможете ли вы продолжить изречение ума-палата? А ведь полностью оно звучит так. Ума-палата да ключ утерян. Интересно, смогут ли найти свой ключ наши сегодняшние игроки? Узнаем это прямо сейчас. Представьтесь. Меня зовут Носов Григорий. Я ученик 11 класса, школа номер 30. Меня зовут Еникеева Елизавета. Я ученица 10-го А класса, школы номер 30. Елизавета, какой совет вы могли бы дать самой себе, чтобы проявить себя в сегодняшней игре наилучшим образом? Главное, я считаю, это не волноваться. Елизавета, скажите, есть ли у вас опыт участия в интеллектуальных играх? Нет. Григорий, знаете ли вы, что на наши вопросы нужно отвечать максимально быстро? Да, я знаю. Быстрый ли у вас ум? Ну, как сказать? Бывает и быстро, а бывает нет. Итак, игра сегодняшняя и покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, правильно ответив на 20 вопросов во всех трех раундах игры «Ума. Палата». А пока жеребьевка. Рядом с вами находится черный ящик. В нем, в свою очередь, находятся два шара – красного и синего цветов. Именно шары определяют очередность ваших ответов в первом раунде. Тот, кто вытянет цвет красный, будет отвечать на вопросы первым. Приступайте. Лизавета, вы вытянули шар красного цвета. Это означает, что у вас преимущество, и вы будете отвечать первой на вопросы первого раунда. Ну, а пока что верните шары на место, и мы будем начинать первый раунд. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в третий раунд. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество верных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. Вы будете отвечать по очереди на мои вопросы. Начинает Елизавета. Итак, первый раунд. Елизавета, сколько оборотов в год солнце совершает вокруг Земли? Один. Григорий, как называется прямая, проходящая через вершину угла, делище его пополам? Без секреты. Верно. Елизавета, как она зовет имя якутского национального героя, вступавшего против гнета местных феодалов, благородного разбойника, сказителей, запевала, мастера импровизации? Баты. Манчары, Григорий, какие регионы входят в состав Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии? Англия, Шотландия, Уэль, Северная Ирландия. Совершенно верно. Елизавета, согласно одной версии, их прообразы появились в Китае 13 века, когда местные жители Тайнер спространяли о готовящемся бунте. В 2008 году Дэнни Уильямс выиграл полмиллиона долларов, вписав лотерейный билет, цифры из него. Пас. Печенье с предсказаниями. Григорий, сколько всего законов Ньютона? Три. Верно. Елизавета, кто автор романа, кто виноват? Пас. Герцан. Григорий, каким символом обозначается золото в периодической таблице Менделеева? Ауром. Верно. Елизавета, когда-то в Румынии, считали, что Северной Ирландии оберегают людей от разной нечисти, поэтому их лепили рядом с домами, укутывали шарфами и щедро украшали разные утвари, в частности, бутцами. Из чего? Из гренита. Из чеснока. Григорий, какой роман начинается с фразы «Все счастливые семьи похожи друг на друга? Каждая несчастливая семья несчастна по-своему». Пас. Анна Каренина. Елизавета, кто открыл Антарктиду? Лазарев. Белинсгаузен и Лазарев. Григорий, какие цвета смешать, чтобы получить зеленый? Желтый и синий. Верно. Елизавета, сколько метров, километры? 100. Одна тысяча. И Григорий, в зоопарках всего мира есть традиция дарить своим питомцам с рождественские новогодние подарки, но именно они получают больше подарков, чем остальные животные. Это объясняется тем, что только они способны оценить этот праздничный жест. Пас. Обезьяна. Елизавета, частью какого контента является Марокко? Африка. Верно. Григорий, как называется теорема в геометрии, позволяющей вычесть длинную гипотенузу прямоугольного треугольника? Пифагора. Верно. Елизавета, древние греки считают, что для того, чтобы узнать, как живет народ, надо посетить всего два места. Какие именно? Пас. Рынок и кладбище. Григорий, чему равняется число пи? 34-14. Верно. Елизавета, какое животное самое высокое в мире? Жираф. Вопрос. Время вышло. Ваш ответ не засчитан, потому что время вышло во время озвучивания вопроса. Итак, первый раунд завершен. Перейдем к его результатам. Общая статистика первого раунда следующая. В течение первого раунда я задал вам 19 вопросов. При этом Елизавета дала 4 верных ответа, а Григорий 7. Григорий, все-таки ум ваш оказался на сей раз быстрым. Как ощущения от игры? Ну, смешанные. Что смешалось в доме Облонских? Ну, вроде бы легкие вопросы, а вроде бы и дальше сложно пойдут. Были ли вопросы, которые вас смутили или... Ни в коем случае. Прекрасно. Елизавета, почему вы дали меньше ответов, чем Григорий? Что вам помешало? Я считаю, что помешала жеребьевка. Мне достались очень сложные вопросы, а Григорию очень легкие. Да, потому что в нашей игре определяет многое, не только быстрота ответа, быстрота вашего ума, но и даже момент удачи. Да, фортуна, видимо, оказалась не совсем на вашей стороне, и верно вытянутый красный шар сыграл злую шутку. Был ли вопрос, который вам запомнился больше всего? Нет. Ну и прекрасно. Вот он, переломный момент. На сей раз Григорий получает преимущество первого ответа по результатам игры в первом раунде. Второй раунд будет длиться также две минуты. Переход в этом раунде на сей раз осуществляется следующим образом. До первой ошибки. Это означает, что если вы, Григорий, будете давать только правильные ответы, вы не предоставите возможности Елизавете ответить ни на один вопрос. Григорий, закончите вступительные строки. Стихотворение Александра Пушкина. «Россия, солнце, день чудесный». Еще ты? Пас. Дремлешь, друг прелестный. Елизавета, национальный якутский сосуд для потребления кумыса называется? Пас. Чарон. Григорий, какой из субъектов Российской Федерации в алфавитном порядке стоит по соседям в списке кодов регионов? Чукотка. Ямало-Ненецкий автономный округ. 89. Елизавета, какова длина Олимпийского бассейна в метрах? 10. 50 метров. Григорий, в каком океане находится Марианская впадина? Тихий. Верно. Из воспоминаний жены одного известного человека, когда мой муж возвращался из командировки и выходил на балкон покурить чашкой кофе, он разбил не одну чашку. Какова профессия ее мужа? Бореста. Космонавт. Елизавета, на каком языке конищева означает «привет»? Китайский. На японском. Григорий, эта страна расположена на побережье Атлантического океана, является бывшей португальской колонией. Официальный язык португальский с 2007 года является членом ОПЕК. Что это за страна? Казелья. Ангола. Елизавета, какой химический символ? Калья. Ка. Верно. Елизавета, в каждой стране есть свои причуды. Так, на одном из мостов нашей столице установили скульптуру студентки. Ежегодно молодые люди к зиме украшают ее вязаным шерфом. А в Брюсселе сшили около 600 костюмчиков, чтобы одеть эту известную скульптуру. Какую? Пас. Писывающий мальчик. Григорий, что такое краеугольный камень? Пас. Первый камень, который кладут в основании строения. Елизавета, что такое обувь гдейка? Азбука. Детская передача. Григорий, согласно шутке Кристофера Морли, именно это придумали женщины, которых слишком часто целовали в лоб. О чем речь? Пас. Туфли на каблуках. Елизавета, как расшифровывается ОМОН? Пас. Отряд мобильного особого назначения. Григорий, в каком году затонул «Титаник»? 1912. Верно. Григорий, на самом деле, Кришиан Роналду. Это двойное имя, а не имя и фамилия. Отец Кришиан был поклонником популярного актера и дал сыну второе имя в честь него. Сможете назвать этого актера? Пас. Рональд Рейган. Елизавета, если в Москве 13 часов, сколько времени во Владивостоке? Пас. Восемь вечера. Григорий, где родился Владимир Ильич Ленин? В Альяновске. Верно. Григорий является либо 17 часов? Нет. Верно. Второй раунд завершен. А теперь факты. Во втором раунде вам было задано 19 вопросов. Из них Елизавета дала только один верный ответ. А Григорий – 4. Это означает, что именно Григорий проходит финал игры «Ума палата». Елизавета, что вы можете пожелать своему оппоненту? Договорились ли вы поделить с ним деньги, если вдруг выиграете? Нет, желаю проигрыша на самом деле. Я хотела выиграть, но не получилось. Ну пусть он тоже не выиграет тогда. Спасибо за игру. Прощайте. Григорий, ровно одну минуту. Я буду задавать вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет верных ответов до 20 за все три раунда, у вас появится уникальный шанс побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Финальная игра, в которой будут разыгрываться эти деньги, пройдет в конце телесезона. Телесезон. Григорий, в каком году отменили крепостное право на Руси? 1861. Бывшей колонией какой страны является Макао? Португалия. Верно. Существует легенда, что известный дизайнер Луи Витун со всей своей непроданной одеждой делает это. Это однажды сделал со своим творением великий русский классик. Что же Луи делает со непроданной одеждой? Пас. Сжигает. Григорий, сколько дециметров? 0,5 километров. Пятьдесят. Пять тысяч дециметров. Столица Швейцарии. Берн. Верно. Кто изобрел пенициллин? Пас. Флеминг. Чем знаменитый якутянка Евдокия Степанова? Пас. Первая прима балерина якутского балета. Отрезок, соединяющий вершину треугольника середины противоположной стороны, называется? Пас. Медиана. Этот писатель с облегчением покончил с главным героем и его врагом, но многие лондонцы надели черные траурные повязки и требовали продолжения. В США появились фан-клубы полюбившегося героя. О каком герое идет речь? Пас. Шерлок Холмс. Самая маленькая в мире государства во площади? Ватикан. Верно. Какая часть атма имеет положительный заряд? Нейтрон? Электрон? Ядро или протон? Подрог. Ядро. Раунд завершен. Минута прошла. Григорий, поделитесь своими ощущениями. Какие вопросы у вас вызвали сомнения? Можете ли вы вспомнить сейчас? Ну, про якутянку вопрос я это не знал. И про ядро последний вопрос. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку верных ответов до 20. Это означает, что вы покидаете нашу игру. Спасибо за игру. До свидания. Это игра Ума Палата. Смогут ли наши следующие игроки воспользоваться уникальным шансом заработать 100 тысяч рублей своим умом? Узнаем прямо сейчас. В эфире Ума Палата. Весьма любопытный вопрос поступил от одного из участников прошлых выпусков. Тело какого известного соотечественника было забальзамировано и превращено в мумию? Разумеется, речь не о Ленине. Интересно, знают ли об этом историческом факте наши следующие игроки? Узнаем прямо сейчас. Представьтесь. Плутонов Айсен. Учитель физики. Сош. Номер 30. Города Якутска. Попова Ирина. Учитель английского языка. Школа номер 30. Якутск. Айсен, как вы думаете, какого известного соотечественника забальзамировали и превратили в мумию? Помимо Ленина, разумеется. Пас? Я не знаю. Хорошо. Хорошо, что вы пасуете, но это еще не игра. Ирина, в нашу игру приходят достаточно самоуверенные люди, считающие, что они обладают определенным уровнем интеллектуального развития. Себя вы отнесете к этой категории людей? 50 на 50. Но никогда не надо быть сильно самоуверенным человеком. Один русский классик говорил, что кратко сестра таланта, но будем проверять, насколько вы талантливы. Айсен, Ирина, сегодня вам выпадает уникальный шанс заработать 100 тысяч рублей. Для этого необходимо дать 20 правильных ответов во всех раундах, которых будет у нас всего 3. Ну а прежде всего жеребьевка. Рядом с вами находится черный ящик, в котором два шара двух разных цветов. Именно они в игре «Ума палата» определяют очередность ваших ответов. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым. Вы можете вытягивать шары одновременно. Приступайте. Айсен, вы вытянули шар красного цвета. Это означает, что именно у вас преимущество, и вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Вы можете вернуть шары на место, и мы будем приступать к игре. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в третий раунд. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество верных ответов во втором раунде. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно две минуты. Вы будете отвечать на вопросы по очереди. Первым начинает Айсен. Айсен по какой звезде ориентируются моряки и путешественники? Северная. Полярная. Ирина, традиционная добавка к вщи по старорусскому рецепту? Капуста. Простокваша. Айсен, как называется дух холода в Якутии? Бык. Чизхан. Ирина, фаворитка Олимпиады из-за грубой ошибки, занявшая третье место на вы, но вернувшаяся за золотом спустя четыре года? Пас. Ирина, Алина Кабаева. Айсен, кто стал прообразом главной героини фильма «Дьявол носит прада?» Пас. Анна Винтур. Ирина, космонавт, совершивший второй полет в космос? Пас. Китов. Айсен, чье это изречение спокойствия находится внутри нас, нищетивого вне? Пас. Будда. Ирина, что такое дюшбара? Пас. Азербайджанские пельмени. Айсен, самый активный вулкан в мире, этно, он находится в стране, где больше всего действующих вулканов. Что это за страна? Индонезия. Италия. Ирина, какая императрица, так называемая Черная Королева, больше интересовалась модой, чем политикой? Марья Антуанетта. Екатерина Медичи. Айсен, в каком языке нет знаков припинания? Китайский. Тайский. Ирина, в каком звании Юрий Гагарин начинал свой исторический полет 12 апреля 1961 года, если приземлился он майором? Сержант. Старший лейтенант Айсен, назовите женщину, заключившую фиктивный брак, чтобы выучиться. Пас. Софья Ковалевская. Ирина, какая модель автомобиля в СССР, персональной родины называлась Буханка? УАЗик. УАЗ-452. Верно. Айсен, какая страна охватывает максимальное количество часовых поясов? Россия. Франция. Ирина, какого цвета зонтики в заставке сериала «Друзья»? Зеленый. Синий, красный, желтый. Айсен, в 2018 году университет Беркли провел исследование о влиянии к прокрастинации на креативность. Каким был вывод? Положительно. Отдых улучшает творческие способности. Ирина, когда отмечается День российской науки? Пас. 8 февраля. Айсен, какой из этих слов не является методом обучения? Шудоуинг, баддинг, коучинг, флуатинг. Баддинг. Флуатинг. Время вышло. Первый раунд завершен. О его результатах мы узнаем чуть позже. Но сначала узнаем про ощущения от игры самих участников. Ирина, скажите, пожалуйста, как вы считаете, успешно ли вы справились с первым раундом? К сожалению, нет. Очевидно, что нет. Почему? Что помешало? Волнение. Только ли волнение? Ну, некоторые, конечно, я точно не знала. Все-таки отсутствие знаний тоже важно. Да, не только. Волнение, на которое вы, видимо, спихнули свои неправильные ответы. Айсен, сколько верных ответов вы дали? Ноль. Ноль. При этом заявляете об этом весьма гордо. Почему такая радость на лице? Ну, не знаю, это как-то... Я не привык думать так быстро. Это было немного быстрее, чем я привык. А теперь статистика первого раунда. В течение первого раунда я задал вам 18 вопросов. Ирина дала один верный ответ. Айсен – ноль. Это означает, что Ирина получает, хоть и весьма сомнительное, но преимущество. Вы будете отвечать первой на вопросы второго раунда. Второй раунд будет длиться 2 минуты. Переход хода в этом этапе происходит после ошибки игрока. Это означает, что если вы будете отвечать верно на все вопросы, вы не предоставите своему сопернику Айсену ни единого шанса ответить на вопросы. Ирина, единица измерения силы Токаэта? Пас. Ампер. Айсен в СССР родители опасались, что после празднования этого события ребенок случайно скажет, что это словосочетание в школе, тем самым выдав их. Поэтому заменяли его на хорошая весна. О каком словосочетании идет речь? Пас. Христос воскрес. Ирина, как называется якутский героический эпос? Верно. Как называется процесс деления клетки, при котором сохраняется количество хромосов? Ирина. Пас. Митоз. Айсен какой глагол в английском языке образует будущее время? Will, well, was? Will. Верно. Пять в четвертой степени равняются? 1025. 625. Ирина 9 сентября 1828 года, 20 ноября 1910. Это дата жизни Тургенева, Толстого или Набокова? Толстого. Верно. В средние века знатные дамы подвешивали к своим нарядам шкурки животных. Кого они ловили таким образом? Мышей. Мужчин, ага. Блох. Айсен сколько хромосом содержится в каждой соматической клетке человека? 42. 46. Ирина отправляется ночью в дорогу. Некоторые жители тропической Африки привязывают к ногам мешочки, наполненные свистечками. Зачем? Светить дорогу. Верно. Растения это продуценты, консументы или редуценты? Редуценты? Продуценты. Айсен как всегда протекает эндотермическая реакция с поглощением теплоты, самопроизвольность, выделением теплоты? С поглощением теплоты? Верно. Какая революция прошла под девизом «Свобода, равенство, братство, октябрьское, 1917-го, Великая французская, славная революция в Англии?» Великая французская? Верно. Насколько градусов порачивается земля вокруг своей земли за 6 часов? Время вышло, вы слишком долго думали. Второй раунд завершен. Перейдем к сухим фактам. Во втором раунде я задал вам 14 вопросов, при этом Ирина дала 3 верных ответа, а Айсен также ровно 3. Это означает, проводится дополнительный раунд, на вопросы вы отвечаете по очереди до победы в 1 очко по принципу пенальти. В дополнительном раунде время не фиксировано. Ирина, вы будете отвечать первой, потому что первые отвечали на вопросы второго раунда. Ирина, кто автор оригинального памятника Петру Первому, представленного на 500-рублевой купюре? Пас. Правильный ответ – Марк Антокольский. Айсен. Какой роман Саммерсета Моэма рассказывает о любви стареющей актрисе, актрисы к молодому бухгалтеру? Пас. Правильный ответ – театр. Ирина, какая цирковая профессия у братьев Эдгарда и Аскольда Запашных? Укротители животных. Верно, они – дрессировщики. Дрессировщики. Айсен. На какой прибор смотрит водитель, чтобы узнать скорость вращения вала? Тахометр. Ответ правильный. Ирина, холодный суп на квасе, в состав которого входят различные съедобные травы? Окрошка. Ботвинья. Айсен. С каким насекомым сравнивал Максим Горький критиков? Пас. Правильный ответ – слепень. Ирина, что такое атихифобия? Пас. Страх совершить ошибку. Айсен. Сколько времени продлился полет первого искусственного спутника Земли? Спутник один. 28 дней. 8 дней. Или 3 месяца. 28. Правильный ответ – 3 месяца. Ирина. Какой из писателей не был врачом? Чехов, Конан Дуэль, Булгаков, Харуки Мураками. Конан Дуэль. Правильный ответ – Мураками. Айсен. Какой срок годности ГОСТ предписывал советскому мороженому? Неделя, месяц или 14 дней? Неделя, скажу. Ваш ответ правильный. Дополнительный раунд завершен. По его итогам победителем становится Айсен. Это означает, что Ирина покидает нашу игру. Однако вы можете что-то сказать на прощание. Всем большое спасибо. Было очень интересно. До свидания. Айсен, ровно одну минуту. Я задаю вам вопросы. Вы отвечаете. Если вы доведете счет верных ответов до 20 по результатам всех раундов, у вас появится уникальный шанс побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей в конце нашего телесезона. Айсен, какой элемент периодической системы химических элементов обозначается следующим образом? Аргентом. Правильно. Какой герой Советского Союза из народа Саха считается прототипом персонажа фильма «Снайпер Саха»? Хлопков. Верно. Сколько будет 0,2 километра в дециметрах? 20. 2000 дециметров. Какое число обозначается этими римскими цифрами? 2000... Неверно. 77. Зеленый пигмент, окрашивающий листья растений, называется? Пас. Хлорофилл. Где образуется желчь в организме человека? Желчный пузырь. Клетками в печени. Какая планета названа в честь римского бога торговли? Юпитер. Меркурий. Какая из этих частей речи является служебной? Предлог. Где и причастие на речи числительное? Пас. Предлог. Какая кость человеческого скелета самая крупная? Череп. Бедренная. Какой стране принадлежит Гренландия? Исландия. Правильный ответ – Дания. Тем более, вы думали слишком долго, настолько долго, что во время уже вышло. Итак, за время игры я задал вам 11 вопросов. При этом вы дали только два верных ответа. Это означает, что в последнем решающем раунде вы не смогли достичь необходимого количества верных ответов. И мы с вами прощаемся. Однако, вы можете что-то сказать на прощание, если хотите. Это было очень познавательно. Спасибо. До свидания. До свидания. Это игра ума-палата. И вновь никто из игроков не смог дать 20 верных ответов. Неужели вопросы слишком сложные? Быть может, вы знаете на них ответы? Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин